Реформа жилищно-коммунального хозяйства, начатая еще в 90-е годы, до сих пор не завершена. И, что самое главное, не дает того эффекта, который от нее ожидали. Цели обозначались благие. Конечным результатом реформы должно было стать существенное повышение качества жилищно-коммунальных услуг при одновременном снижении их себестоимости. Однако успешное решение поставленных задач до сих пор под вопросом. Реформа начиналась в условиях того, что мы имели большую часть жилого фонда, изношенного и десятками лет неремонтируемого. Мы имели изношенные сети, старые, неэффективные, дорогостоящие источники теплоснабжения, очень затратные в эксплуатации, требующие больших дотаций. И вот на этом фоне, конечно, та работа, которая разворачивалась в Ивановской области, она разворачивалась непросто, но сегодня уже можно подводить определенные итоги, анализировать опыт и намечать, что делать дальше. Проблемы, с которыми столкнулся регион в процессе модернизации ЖКХ, обсудили за круглым столом общественники Ивановской области. Большую обеспокоенность вызывает финансово-экономическое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса. Как говорят общественники, руководители региона зачастую отходят от решения проблем, передавая инициативу в частные руки. В процессе проведения реформ власть складывает в себя все полномочия и отдает все это в частные руки. Это, наверное, правильно, но нужно учесть то, что наши граждане являются собственниками недвижимости в первом поколении, и поэтому им достаточно сложно управлять этим силом. Недовольство ивановцев вызывает также и новый принцип расчета оплаты услуг ЖКХ в местах общего пользования. Раньше за электричество, потраченное на общедомовые нужды, жильцы платили пропорционально объему электроэнергии, которую сожгли в своей квартире. Теперь же счета зависят от размера жилплощади. Я считаю, что это мало оправдано. Почему? Потому что в конце концов проживают и пользуются местами общего пользования не квадратные метры, а люди. И, может быть, подход был бы правильный, если учет ввелся бы по количеству зарегистрированных жильцов, а не по количеству квадратных метров. Чтобы модернизация отрасли проходила не на словах, а на деле, общественники рекомендовали региональному правительству при разработке программ развития ЖКХ утверждать план тарифной политики отрасли на ближайшие пять лет. И при принятии такого плана обязательно учитывать платежеспособность населения. Стоит отметить, что это было последнее пленарное заседание общественной палаты в нынешнем составе. Новый состав общественников будет избран уже в октябре.